Турецкие, бельгийские и персидские – это, конечно же, коврах, которые есть, наверное, у каждого народа. Только вот отличаются они друг от друга материалом, из которого изготовлены, и, разумеется, национальным орнаментом. Придумать свой ковер и предложили юным пайковчанам. У коврах есть вот такая отаймочка. Мастер-класс проходил в рамках проекта «От Волги до Аби», автором которого является Лариса Алексеева, руководитель Чувашской общественной организации. Проект получил субсидию нефтеюганского района и направлен на приобщение детей к традициям народов, проживающих в Югре. Первый этап – это изготовление чувашского сундука, Чуваш-РД. Мы уже проводили мастер-класс, можно вот посмотреть на наш сундук. Вот в этот сундук, как раз, когда девочка рождалась, опять, как у всех народов, наверное, уже начали приданное собирать. И там в том числе был ковер. В этом сундуке. У Камилы Корсиевой коврами украшен весь дом. Зал, гостиная, коридор и даже кухня. Все они были куплены родителями. Но Камила призналась, что ковер для своего приданого сплетет сама, как и ее бабушка. Я знаю, что у бабушки есть такой специальный прибор, как там. Она взяла, когда еще была моя мама маленькая, она взяла один большой ковер, и он сейчас стоит у бабушки. Я попрошу ее, чтобы она мне дала вот этот прибор, когда приеду к ней, и буду учиться ткать красивые ковры. История с коврами увлекла не только девочек. Мужской части аудитории мастер-класс тоже понравился. Получились теплые, а самое главное – красивые полотна, говорит Мунир Юбердин. Ковры нужны, чтобы украшать дом, чтобы было не твердо по полу ходить. Нельзя сказать, что ковер некрасивый, потому что это старание рукодельниц. В завершение мастер-класса ребятам предложили составить карту дружбы Нефтьюганского района. Это тоже часть образовательного процесса. Дети узнали, что в муниципалитете проживают представители 70 национальностей. Яна Демьяненко, Юрий Баталов, Седьмой канал.